Понедельник, 17-й седмицы по Пятидесятнице, 48-е зачало Евангелия от Марка. Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Бартимей сын Тимеев слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Прочтенное начало Евангелия от Марка повествует об одном из случаев исцеления. Мы уже неоднократно обращали внимание на то, что Господь наш Иисус Христос, показывая свою власть, свое положение, Мессии, делал великие чудеса. Это и воскрешение умерших, и изгнание бесов из людей, и, конечно же, возвращение здоровья хромым, слепым и многим другим, кто не мог даже самостоятельно передвигаться или, как в случае со слепым, только слышал, что Иисус идет и, тем не менее, стал кричать к нему, чтобы Господь его помиловал. В данном рассказе повествуется о том, что слепой, услышав, что это Иисус Назарей, стал кричать, чтобы сын Давидова его помиловал. Очевидно, что слепой, который просит милостыню и сидит у дороги, вольно-невольно является слышателем многих рассказов, в том числе и рассказов о тех чудесах, которые совершал Иисус. И когда он услышал, что идет вот тот, о ком он столько слышал, что это чудотворит и совершает великие чудеса, он понял, что, как вы сейчас сказали, это его уникальный шанс. Поэтому он начинает кричать. Он кричит так, что ему говорят «замолчи». Понятно, что толпа, которая тоже следует за Иисусом и которая тоже хочет получить или наставление, или исцеление, негодует по поводу такого крика, потому что не слышно голоса других просящих. Но, видимо, была такая сильная вера и такое желание получить исцеление у этого бедного слепого человека, что он своим криком обратил внимание и толпы, и самого Господа Иисуса Христа. Здесь отмечено, что этот слепой носит имя Вартимей и сразу говорится Сантимеев. На самом деле Вартимей – это и есть Сантимеев. И то, что апостол Марк сначала говорит Вартимей, а потом говорит Сантимеев, это опять же такой стиль апостола Марка, употреблять какие-нибудь выражения, которые были понятны культурному слою в Палестине, но не совсем понятны для других читателей Евангелия от Марка. Поэтому, как уже не раз отмечалось, Евангелист Марк иногда употребляет какие-нибудь арамейские слова и сразу дает им пояснение. И вот здесь он говорит Вартимей и сразу дает пояснение Сантимея. Хотя, опять же, повторимся, Вартимей – это и есть Сантимея. И просто апостол Марк сам толкует и сам объясняет, что это значит. То есть, этого слепого обозначают как сына Тимея. В те времена была такая традиция, она нам на самом деле тоже хорошо знакома. Здесь не сказано, как звали этого человека, но сказано, что он сын Тимеев. Это может показаться странным, но давайте вспомним нашу традицию, когда у нас могут обращаться, даже постоянно обращаться к человеку по его отчеству. Например, человека зовут Василий Иванович или Петр Петрович, но к нему постоянно обращаются только Иванович или только Петрович. Это достаточно распространено на территории Украины. Вот такая же была схожая традиция обращения по происхождению и к людям того времени. Поэтому нет ничего странного, что назван это слепой, именно, условно говоря, по отчеству, сын Тимея, но не названо его личное имя. Однако сам факт того, что все-таки это имя слепого известно евангелисту Марку, по мнению некоторых экзегетов, уже экзегетов древности, говорит о том, что этот человек слепой не просто слепец. Это слепец, который после исцеления, сделанного Господом Иисусом Христом, присоединился к числу учеников и был потом членом христианской церкви. И обозначая его как сына Тимея, тем самым Марк как бы показывает, что говорит о том сыне Тимея, который известен в христианской общении. Вот какой смысл этого упоминания. Не просто «вослепец кричал сын Давидов, помилуй меня», а именно сын Тимея, тот самый сын Тимея, который известен в христианской общении. Поэтому можно рассматривать как имеющее основание мнение экзегетов древности о том, что сын Тимея – это член апостольской церкви. Он обращается, это сын Тимея, ко Христу Иисус, сын Давидов. Уже не раз в наших толкованиях отмечалось, что есть так называемые мессианские титулы. И сын Давидов – это один из мессианских титулов. Древние пророки, такие как Исаия, Еремия, обозначают то, что Мессия будет из рода царя Давида. Поэтому сын Давидов – это мессианский титул. И обращаясь к нему, сын Давидов, этим самым слепой показывает свою веру во Христа как в Мессию, а не просто как в человека, который произошел от царя Давида. Когда Господь совершает исцеление над ним, то перед тем, как подойти, здесь есть такой интересный момент. Сказано, что он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Может показаться странным, зачем он сбрасывает с себя одежду. На самом деле это непонятно, если мы не представим, что такое верхняя одежда того времени. Это достаточно большой, широкий, в каком-то смысле тяжелый вид одежды. Это плащ, дорожный плащ. И он даже для здорового человека не всегда удобный. А тем более он неудобный для слепца, который свободно мог запутаться в этом плаще и упасть. И это мешало ему подойти к Иисусу Христу. И поэтому, когда у него появляется возможность прийти ко Христу, он сбрасывает с себя этот плащ и бежит ко Христу, чтобы не запутаться в этом плаще, чтобы ничего не отягощало и не мешало этому слепому человеку, сыну Тимея, подойти к Спасителю. И Спаситель, конечно же, производит, совершает это чудо, возвращает человеку зрение. И, как сказано, и он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Это шествие за Иисусом по дороге, это не просто шествие в одном направлении, это не просто следование за Христом, это духовное следование за Христом. Он присоединился к ученикам Христовым. Один из древних авторов христианских, 2-3 веков, говорит, что путь Христа и путь апостола за ним, это путь, который мы должны исследовать. И он приводит такую интересную аналогию, что как бы Христос идет и оставляет отпечатки следов. И вот мы по этим следам, видя следы Иисусова, апостолы следуют за ним. А мы видим отпечатки следов, шагов апостольских, и следуем за ним. Это наше предание, наша традиция, это как бы следование по вот этим отпечаткам, оставленным по дороге спасения. И каждый, кто хочет спастись, ищет эти отпечатки шагов апостольских, которые являются отпечатками след, за отпечатками ног Божественного Учителя и следуют за ним. Потому что христианская вера это следование за Господом Иисусом Христом. Но не просто следование, а следование уже по той дороге, по которой шли многие и многие праведники и святые. И этот небольшой текст, это завершающее зачало, где сказано, и пошел за Иисусом по дороге, это опять же указание всем верующим, всем христианам всех поколений следовать за Господом Иисусом Христом по дороге спасения. Субтитры создавал DimaTorzok